Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро! Всем доброе утро! Сейчас я провожу урок как раз тоже с Котеля, с самого святого места, ворота в небо. И вот мы сейчас проводим как раз, видите, ворота в небо. Можно посмотреть. И мы изучаем Мишле. Очень это приятно и интересно. Вот так вот мы сейчас сделаем. Максим Пилинчук смотрит. Насколько мы живем в удивительное время, когда можно вот так вот спокойненько приехать, помолиться на Котеля, поучиться. Вот. Сегодня Рош Ходыш. Рош Ходыш Томуз. И в этот месяц как раз был... 9 ава была разрушена в следующем месяце, через месяц и 10 дней, да, были разрушены первые храмы, вторые храмы. Вот это был грех разведчиков. А в Томузе тоже было 5 несчастья, которые пришли на крестный народ. Начинается с 17-го Томуза, очень плохое время. Но сейчас, сегодня до 17-го Томуза, все отлично, время хорошее, и мы продолжаем, продолжаем изучать, изучать Тору Мишле, притчи царя Соломона. То есть Тора, она нас поднимает, защищает, соединяет с Богом. Тора – это свет, учение свет, это отсюда пошло, да, учение свет, не учение тьма, конечно. Даже есть в притчах, есть такой отрывок, как говорится, нер-митсва, заповедь – это свеча. В Тора – это свет, прямо царь Соломон это сказал. В Дера Хаим, Дера Хаим – путь к жизни, то хохот мусар – это увещевание, то, чем мы сейчас занимаемся, царь Соломон нас увещевает, он нам через пророчество говорит о том, как работает жизнь, как работает мир, и как жить. И он это запаковывает в понятные примеры, чтобы нам показать действительно, так жизнь работает. Вот именно так, как написано в Мишле, работает мир, и мы сейчас изучаем вместе это. Я пытаюсь найти современные, понятные нам примеры, потому что сам смысл притчи, мне кажется, там не слышно, если ты уже сядешь, слышно? Сам смысл притчи, он в том, чтобы, сам смысл притчи в том, чтобы понятными в понятное запаковать очень высокое, абстрактное и умное. Вот нам привет из Малибу, представляете вообще? Ну как можно так? Я в Иерусалиме, на Котеле, вот Наталья Маргулис, она в Малибу вообще. То есть, это невероятная вещь. Раньше для человека в жизни было доступно одно путешествие, в Малибу в одну сторону. Все, на кораблях. Шансов, что доплывет, очень мало, да? Или в Иерусалим. Ну, в Иерусалим, там, это два года путешествия. Ну что, поедем в Иерусалим, поехали. Два года, и не факт, что вернешься. Сейчас сидим, я здесь, Наталья в Малибу, представляете, да? Хорошо. Значит, а мы продолжаем изучать Мишли и притчи царя Соломона, 17 глава. И это дает нам основания вот верить в то, что на нашем поколении, на нашей памяти будет что-то невероятное. Сейчас, когда изобретут квантовый компьютер, когда квантовый компьютер соберут, вот это будет вообще тогда, тогда технология еще поднимется. Сети 5G. Скоро с нами будут стулья разговаривать. Уже так будет. Опа, стул пришел, стул ушел. Ты телепортировался в Малибу. Сейчас, например, Наталья Маргулис нажимает на кнопку в телефоне, оп, она на Котеле. Или мы все, оп, к ней на Малибу. Это вот мы к этому идем. Скоро так будет. Хорошо. Значит, мы находимся в 3-й отрывок, 3-й отрывок 17 главы. Говорит нам царь Соломон следующее. Мацреф ля Кесеф Векур лизаав Убухен либот Ашем Значит, в 3 тысячи лет назад это было всем понятно, да? То есть, каждый человек, который жил в то время, он понимал, что такое Мацреф ля Кесеф. Переводится это Мацреф ля Кесеф это плавильня, в которой очищали серебро. Это Мацреф был. И так как люди знали, что такое деньги, это серебряные монеты. Как серебро очищают от разных степеней примеси через Мацреф. Дальше он продолжает. Векур лизаав Кур это была печь, Кур это была такая печь, в которой выплавляли чистое золото. Там была высокая температура, это такая, как плавильня была для золота. И все знали тогда, о, там это, это там Шимон, у него есть кур лизаав, у него есть плавильня для золота. Все знали, что такое кур. Значит, и тогда им было всем понятно, что такое плавильня для серебра, что такое это горнило для золота. У Бухен, Лебот, Ашем. И Бухен это экзаменует или проверяет сердца Бог. Теперь давайте разберемся, что это значит. Значит, вот есть человек, вот есть человек, он рождается, у него, когда он рождается, есть божественная душа, есть у него божественная душа, луч такой, у него есть компьютер без программ, это его мозг и тело, и его начинают программировать, его начинают программировать, его начинают окружающие люди прямо пичкать программами интеллектуальными. Одному говорят, ты Павлик Морозов, ты должен жить по правилам молодого коммунизма. Второму говорят, ты китайский Мао Цзэдун, ты должен жить по правилам Шаолиня. Третьему говорят, а ты, например, значит, американский Джон, ты будешь жить по правилам Джорджа Вашингтона. То есть ему вкладывают в него вот эту историю, в которой он должен жить. И Крошка сын потом к отцу пришел и спросил Акроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ему дают главных два ориентира, что такое хорошо и что такое плохо. И он дальше начинает по этим ориентирам строить свою жизнь. Теперь евреи получили Тору на горе Синай от Бога. И Бог сказал, что хорошо это это, плохо это это. Если ты будешь идти по моей, не по человеческим решениям, что такое хорошо, что такое плохо, а именно по божественным решениям, что такое хорошо, что такое плохо, ты тогда получишь то, что потерял Адам Решон, что потерял первый человек. А что он потерял? Когда он взял от села дерева познания добра и зла, он не выполнил задание Бога, и он поменял местами добро и зло. И потерял место в раю. Значит, человек, который берет божественные заповеди, что такое добро, что такое зло, и живет свою жизнь, исходя из того, что Бог сказал, он себе зарабатывает переход на следующий духовный уровень, который называется рай. Тело отмирает, а его самоосознание, то есть вот вы же меня сейчас не видите, вы видите какую-то виртуальную картинку, но она разговаривает, я как живой. Точно так же человек, когда он умирает, он или попадает в рай, и он там как живой, только это как голограмма, виртуальная такая, следующий уровень, или же он исчезает, если он свою интеллектуальную голограмму строил на платформе, которая не работает. То есть есть платформы, которые, они как бы, они даже не видны. Вы знаете, есть дарк интернет, все темный интернет. Вот есть люди, которые живут на темной стороне жизни, они полностью погружены только в материальный мир. И есть люди, которые живут на светлой стороне, которые погружаются все глубже и глубже в духовный мир. И вопрос в том, ты, вот этот момент смерти, это момент как такого, как экзамена за жизнь, да? Или тебя хватает у тебя духовного вот этого силы, как ты набрал духовную силу и переходишь на следующий уровень, или не хватит? Я как раз где-то вчера или позавчера читал, что есть какой-то сайт, в котором продают виртуальное оружие. Можете себе представить? Есть игры, в которых люди играют, и они заходят на этот сайт и покупают виртуальную энергию, виртуальное оружие для того, чтобы в своих играх там подниматься на следующий уровень. Этот сайт в день торгуют на 100 тысяч долларов. Представьте себе цифру. Люди покупают виртуальное оружие и виртуальную энергию на 100 тысяч долларов в день. Теперь заповеди божественные тора, это тоже виртуальное оружие. Вот спрашивают, что у меня на голове? Это виртуальное оружие. Это Бог сказал, что пусть будут слова торы у тебя, как знак на руке твоей, и как они будут знак между глазами твоими. И это специальная заповедь, выполняя которую, Бог сказал это делать, я соединяюсь с Богом. Понятно, да, как работает? Теперь, что значит третий отрывок? Мацреф ля кесеф укур ли зааф у бухен ли бот ашем. Значит, когда человек, он принимает вот эту всю систему, она у него находится на жестком диске, она у него находится в долговременной памяти. И дальше человек, у которого это находится в долговременной памяти, он принимает решение. То есть все время надо принять решение. Утром ехать на котель или помолиться в синагодии. Вообще одевать филин, не одевать филин. Ну, это для меня не вопрос, но для кого-то это да вопрос. Для кого-то сейчас идет приближение к Богу на уровне украсть-не украсть. Для кого-то убить-не убить. То есть каждый человек находится на своем уровне выбора, где он выбирает или светлую сторону, или темную сторону, как в своей душе. То есть не в своей душе, а в своем интеллекте. То есть у него есть система. В этой системе говорится, Бог сказал это делать, это не делать. И каждый находится на выборе. Слушать Бога не слушать, слушать не слушать, или слушать свое желание. Теперь, когда человек говорит, я религиозный, все, я религиозный, я слушаю Бога. Я выполняю заповеди, я молюсь, все, я религиозный. Вот тогда Бог начинает его испытывать. Вот тогда человек попадает в ситуации, в которых ему надо реально принять выбор. Легко принимать выбор за Бога, когда все хорошо. А когда Аврааму Авину, первый еврей это был Авраам, пророк Авраам, ему сказал, сказал Бог ему, значит, иди себе из страны твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу, но не сказал куда. И Авраам Авину услышал внутри этот голос, идти не идти, дома удобно, дома его все знают, дома он из прекрасного рода, там мади, которые для царя там работали, все. Значит, он говорит жене, Сара, мы уходим. Она говорит, куда? Он говорит, мне Бог сказал. Она ему говорит, ты уверен? Он говорит, а если я даже не уверен? Это же Бог сказал. А остаться хотим мы просто, потому что нам здесь удобно. Поэтому даже если я ошибаюсь в том, что Бог сказал, он же был внутренний голос, пророк, я пойду, куда Бог сказал. Его вызывает, его вызывает, значит, царь, который в то время был, не помню, как, не помню, как звали, Немрод, Немрод звали того царя. И говорит, слушай, какой ты пророк? Ты какого Бога пророк? Он говорит, Бога творца неба и земли, творец, создатель, который все сотворил и всем управляет. Немрод говорит, не знаю никакого творца, знаю, мы поклоняемся Богу огня. Огонь сжигает, огонь самый сильный на земле, то есть огонь сжигающий. Что ты на это скажешь? Авраам Авину говорит, ну, во-первых, говорит, огонь сжигающий, он не такой же сжигающий. Есть вода, которая гасит огонь. Вода посильнее огня. Немрод говорит, хорошо, так ты воде поклоняешься, давай тогда поклоняйся воде. Авраам Авину ему говорит, вода, говорит, вода, она испаряется от солнца. Тот ему говорит, так ты солнцу поклоняешься, давай солнцу поклоняйся, близко к огню, понятное дело, вот есть солнце, будем ему поклоняться. Авраам говорит, нет, солнце закрывает туча, туча приходит, закрывает солнце. Он говорит, тучи будем поклоняться. Он говорит, нет, ветер сдувает тучу. Он говорит, слушай, ты достал уже. Кому ты поклоняйся? Он говорит, а я поклоняюсь тому, кто все это создал. Тому, кто все это создал, тому, кто всему этому дает силу, тому, кто всем этим управляет. Бог, Творец, Элоким Всесильный, который управляет небом и землей и всем. Немрод говорит, ну сейчас мы тебя проверим тогда, насколько ты верующий. Сейчас мы тебя проверим. Говорит, вот мы поклоняемся огню, тут все понятно. Сейчас мы тебя тогда бросаем в огонь и тогда посмотрим, спасет тебя твой Бог или не спасет. И вот здесь как раз это то, что имел в виду царь Соломон в третьем отрывке 17 главы. Мацреф ля Кесеф, как есть плавильня для серебра, которая выделяет чистое серебро, и как есть кур-ли-зааб, который выделяет чистое золото. Убухен либот Ашем, Бог проверяет сердца. Как в ситуации сложной ты поступишь, когда все просто, понятное дело, легко быть верующим. И вот, значит, Авраам Авину говорит, все, бросай меня в печку. Говорит, мой Бог, создатель неба и земли, он меня, если захочет, спасет, не захочет, так я умру на Тедуша Шем, освящая имя Всевышнего. И Авраам Авину зашел в печку, и ничего с ним не случилось. Вот это как Бог проверяет сердца. Значит, у Авраама Авину, и мы, поэтому он называется Бог Авраама, он ему дал 10 испытаний. 10 самых сложных испытаний, и Авраама Авину в каждом испытании, испытание называется Нисайон. Нисайон это ты, оно тебя поднимает. Если ты прошел испытание, оно тебя поднимает. Не прошел, ты упал, но ты можешь потом подняться, потому что есть такой спуск для поднятия. 7 раз садик упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. Это отличие праведника, который победил в себе вот это злое начало, и он 7 раз встанет от злодея, который один раз потнулся. Все, я больше не могу, нет, это не для меня. Вон религиозные эти, они там, одного увидел религиозного нечестного, все, все религиозные плохие, религия неправда. Да ты видел одного этого религиозного, который поступил не по религиозному. Так что из-за этого теперь, из-за этого теперь отказываться от вечной жизни, из-за этого теперь идти против Бога, из-за того, что какой-то одетый как религиозный, повел себя как нерелигиозный. Это испытание, это как раз испытание на нормальность, потому что нормальный человек, он не обобщает, он понимает. Есть специфические моменты в жизни, которые не надо обобщать. Понятно, да? Все, четвертый отрывок. Четвертый отрывок звучит так. Мера Макшив Аль Сфат Авен. Шекер Мезин Аль Лашон Авод. Значит, переводится это так. Мера это злодей, тот, кто делает зло, активный злодей. Макшив Аль Сфат Авен. Он слушает внимательно уста греха. Значит, Шекер Мезин Аль Лашон Авод. И ложь, ложь, она прислушивается к языку насильника. Значит, как эта штука работает? Смотрите, как мы сейчас изучаем Тору, и мы хотим, как потомки Авраама, Ицхака и Якова, мы хотим, мы хотим очень сильно приблизиться к Богу. Поэтому мы слушаем, что говорили нам пророки. Авраам, Ицхак, Яков, Мушарабейну, Шлома Амелых, Царь Давид и так далее. Мы слушаем слова пророков для того, чтобы через слова Торы соединиться с Богом. Теперь есть люди, которые пошли против Бога, и они существуют только в материальном проявлении. Вот смотрите, что получается. Они существуют только в материальном проявлении. Есть люди, которые пророки и слушают пророков. Есть люди, которые сказали, нет Бога. Злодеи, те, которые пошли против Бога. Теперь они... Написано, что тьмы как таковой нет. Что такое тьма? Тьма это, когда не хватает света. То есть нету такого понятия, как тьма. Есть свет, тьма исчезла. Нету света, тьма вернулась. Теперь злодеи. У них нету существования. Зло приходит туда, где нету света, где нет Бога. Теперь что получается? Что когда злодей отказывается от Бога, он же материальный, он как компьютер, который существует. И Бог ему тоже дает существование. И вот получается, что они производят очень много зла. И человек, который хочет делать зло, вернее, человек обычный, 80% людей не сомневаются. Кого слушать? Карла Маркса или Машера Бейну? Тот Маркс, тот Моисей, тот еврей и тот еврей. Моисей говорит, все от Бога. Маркс говорит, что весь мир насильно мы разрушим. Хорошие слова. До основания. А затем? Мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. Карл Маркс говорит, слушай, мы все придумаем заново. Только кто был не тем, мы сейчас ему все дадим. А как дадим? А мы заберем у тех, у кого есть. А как заберем? Это же грабеж. В Торе написано, не воруй, не грабь, нельзя забирать. Маркс говорит, плевать на Тору, не дай Бог, да? Все, я вам даю новую жизнь, новая жизнь, марксизм. 200 миллионов людей убили, марксизма нету. Теперь вот это четвертый отрывок. То есть злодей, он тоже, ему нужна какая-то идеология, ему нужно какое-то идеологическое обоснование. И он ищет в марксизме, в анархизме, в воровских понятиях, там где угодно, он ищет идеологическое обоснование. Когда он его находит, он начинает строить как паук в месте, где не убирают, он строит паутину. Ну, также злодей он строит вначале для себя, а потом он строит для окружения идеологию. Не было бы идеологии, черные жизни имеют значение, не было бы грабежа. А так удобно, смотри, то есть есть красивая идеология, черные жизни имеют значение. Безусловно, имеют, все жизни имеют значение. Нет, нельзя сказать, все жизни имеют значение. Черные жизни имеют значение, и пошли грабить магазины белых. Вот тогда это удобно. Еще раз, очень важный источник информации, из которого ты строишь свою жизненную идеологию. Мы учим Тору, это божественная идеология, которая тебя соединяет с Богом и переводит тебя в вечную жизнь. Есть люди, которые строят идеологию зла, как паутина, их тоже много, эти люди, их можно по фамилиям звать, Маркс, Фрейд и так далее, это были люди, которые Юваль Ноа Харари, злодей, злодей прям конкретный, и он, понятное дело, что он злодей, он гомосексуалист, он идет против природы человека, он идет против того, что Бог запретил. Ему нужна идеология, но какая страшная вещь, сколько людей он в эту идеологию втягивает. Я читал интервью с он и его, тот, кто с ним, его как бы, я не знаю, как это назвать, муж, жена там, с кем он живет. У них война, они реально на войне, у них же нету Алама Баг, грядущего-то мира у них нету, Бога нет, им надо здесь максимум продвинуть своего зла. Все, так что мы тоже должны стать на сторону света, распространять Тору, учить Тору, выполнять заповеди и стать фабрикой света, тогда зло исчезнет. То есть, сур мира, отодвинься от зла, ваусе отов, делай добро, стань фабрикой света в своей жизни и в жизни своего окружения. Заповеди, псалмы царя Давида, молитвы, ваикра уроки, и с Божьей помощью все будет великолепно. Все, на этом мы сегодня урок заканчиваем. Сделайте, пожалуйста, свои выводы. Вот сейчас мы хорошо поучились, и сейчас можно помолиться на котеле у стены плача, это ворота в небо. Давайте сейчас 3 минуты. Я сейчас 3 минуты. Можно, чтобы каждый помолился. Каждый, чтобы помолился, попросил у Бога, чтобы Бог услышал. А я помолю, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы Бог... Именно сейчас хороший момент. Вы много послушали то, что царь Соломон нам передал, а сейчас можно каждый, чтобы помолился и попросил у Бога, чтобы Он вам дал ресурсы для реализации своей духовной миссии. Все, что вы просите, должно стать для вас инструментами для того, чтобы вы могли больше служить Богу, приблизиться к Богу, реализовать свой духовный потенциал, ради которого Бог сотворил этот мир и всех нас сюда привел. И чтобы Бог услышал ваши молитвы для вашего добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословение, духовный рост, материальный рост, счастье, любовь и чтобы всем добрым, хорошим людям, которые выбирают божественное добро, Бог дал силы и энергию и влияние. Все, удачи, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok